Все понимают, что газ это опасно, но без него уже не обойтись. И контроль за газовыми приборами в первую очередь осуществляется самими владельцами газового оборудования. Почувствовали запах газа, надо немедленно звонить по номеру 04 или с мобильного 040 в единую аварийную службу Сочи Горгаза. В случае утечки газа все работы выполняются бесплатно, а за техническое обслуживание газовых приборов нужно будет платить по договору. Его и заключает управляющая компания и владелец квартиры уже на внутриквартирное обслуживание, например, газовой плиты или газового котла, если он находится в жилом помещении. Сочи Горгаз – компания, которая обязана предлагать договорные отношения, их реализовывать. Процент заключенных договоров на эксплуатацию газоиспользующего оборудования, так называемого ВДГУ, внутренней сети, сегодня более 90% по городу. В Сочи 140 тысяч пользователей природным газом, из них 104 тысячи – это жители многоквартирных домов. Но не у всех есть договоры на обслуживание газовых приборов. Нет договора, газ могут отключить, предварительно направив соответствующие уведомления. Так называемые страшилки мы их называем, в котором предупреждают, что уважаемые пользователи, при отсутствии данного договора, при отсутствии должного технического обслуживания газового оборудования, газ в вашу квартиру или в ваш дом поступать не должен. И согласно статье 80 этого постановления, мы у вас этот газ через 40 дней отключим. Но большинство сочинцев все же выполняют требования газовиков, у них есть договоры, и теперь они, в свою очередь, не допустят формального подхода к обслуживанию газовых приборов. Мы провели повторный опрос у людей. Всех спросили, что было сделано. Ничего, только в трех квартирах была проведена профилактическая работа. Остальное просто с людей взяли подписи. Все. Мы категорически против этого. Администрация Сочи просит самих граждан быть более бдительными в вопросах газового обслуживания. Если есть договор, а специалисты так и не пришли, необходимо звонить по номеру телефона, который указан в договоре, или даже обращаться с заявлением в прокуратуру. Но раз в год при наличии договора проверка газового оборудования обязательно должна проводиться. Елена Овсевцин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.